В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» при поддержке фабрики «Пихорский текстиль» в Люберецком округе проходит благотворительная акция «Я свяжу тебе жизнь». В ней принимают участие жительницы Москвы, Московской и Нижегородской областей. Подробнее в нашем сюжете. Мама уходила на работу, я брала спецы и у неё вязала. И когда родила детишек, начала вязать. Вязала им кофточки, пинетки. И с тех пор я полюбила это занятие вязание. Вот пришла в клуб, начала тоже вязать. Здесь я освоила вязание крючком. Мария Сидорова посещает клуб три месяца. Сегодня она и ещё около 30 женщин принимают участие в благотворительной акции «Я свяжу тебе жизнь». Они вяжут носочки, шапочки, пледы для малышей, родившихся раньше положенного срока. Есть такое международное движение 28 петель, когда женщины вяжут из шерсти, шерстяных ниточек маленькие крохотные изделия и передают их в роддома, потому что только шерсть помогает преждевременно появившимся на свет малышу дозреть, созреть и тянуться к жизни. Трение шерстяных волокон не только согревает малышей, но и оказывает естественный массаж. Так ребёнок не находится в запытье, когда он может крепко уснуть и не сделать вдох. Я контактирую с врачами, они рассказывают, как лучше. И вот пихорская фабрика, она признана лучшей. Но вот она должна быть обязательно только чисто шерстяная. Ни в коем случае нельзя вот этих вот ворсинок, потому что они могут попасть в легкие вот этого маленького ребёночка. Также пряжа должна быть гипоаллергенная, колючая, но не сильно грубая. Недопустимо содержание акриловых красок, так как дети находятся под фототерапевтическими лампами. И данный материал может вызвать ожог. Ой чудесники. И шапочки. Да. Хорошее дело, я хочу сказать, вы делаете. Конечно, я не знаю. Конечно, это хорошо, что вы наше таких маленьких детишек. Пихорская фабрика регулярно и бесплатно отправляет свою продукцию в разные города России. Она объединяет несколько благотворительных акций. Среди них «Носочки для жизни» и «Корона Виктория». Моя дочка два года назад получила диагноз «онкология». Так как я мама-рукодельница, чтобы как-то её приободрить, я связала ей вот такую корону. В виде её эмоций я начала вязать эти короны для остальных девчонок, которые там находятся. Потому что они очень сильно переживают потерю волос при химии и терапии. Юлия Панина и другие участницы акций часто закупают материалы за свой счёт. Для них спонсорская поддержка очень важна. Сегодня к благотворительности присоединился руководитель управляющей компании «Содействие» Сергей Ситников. Мы готовы помогать всем, чем сможем. И тем более такие добрые дела, я считаю, что нужно поддерживать. И на моём примере, я думаю, что многие как бы увидят, узнают и тоже как бы помогут. Если завтра потребуется что-то сделать ещё и какое-то будет новое направление, так же будем поддерживать. К благотворительным акциям может присоединиться каждый любитель вязания из пряжи. Добрые и талантливые руки всегда нужны здесь. Полученные изделия передаются в Люберецкий центр охраны материнства и детства и в родильные дома Москвы. Дмитрий Гринчев, Денис Заугонников, телеканал ЛРТ.